МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами снова я, Сталик Ханкишиев. Учит вас, как готовить в казане и на мангале, как готовить на живом огне и как жить полной жизнью. Вы знаете, есть такие блюда, которые готовятся буквально из одного-двух компонентов, из одного или двух ингредиентов. Но это не означает, что это блюда плохие. Наоборот, чаще всего именно такие блюда и поражают своей гармоничностью, своим вкусом, своим ароматом. Одно из таких блюд – это узбекский казан-кебаб, также известный под названием пирожок. Но сегодня двум компонентам мяса и картошки я добавляю третий. Это айва. Хотите узнать все секреты? Смотрите внимательно, слушайте внимательно. Пойдемте со мной. Но прежде всего я хотел бы рассказать вам о том, как устроена моя плита. Посмотрите, кирпичная печь, собственно говоря, округлой формы, обязательно она сделана как сэндвич, то есть здесь проходят термоизолирующие материалы. И вот в это отверстие вставляется либо вот этот металлический блин, и тогда поверх него можно поставить хоть сковородку, хоть кастрюлю, хоть что угодно. А если этот блин снять, то на его место отлично становится казан. И можно готовить как обычно, можно готовить самые обычные узбекские блюда. Но дело в том, что не все узбекские блюда обычные в казане что делают? Жарят, тушат, варят и даже парят. Но казан может еще и запекать. И вот сегодняшнее блюдо как раз такое мы в нашем казане будем запекать. Посмотрите, я начинаю с обычных и знакомых вам уже действий. Я выкладываю дно еще холодного казана с салом. Вот если бы у меня не было сала, или у меня было бы желание приготовить это же самое блюдо на растительном масле, то я поступил бы водкой. В этом казане я бы раскалил масло и обжарил бы в нем картошку. Обжарил бы не до готовности, а просто чтобы она стала румяная, корочкой покрылась золотистой. Точно так же бы я обжарил мясо. Но сейчас мы готовим все как положено. Мы выкладываем дно картошкой поверх сала. Картошку как следует солим. Соли не жалеем. Вот честное слово, несоленая картошка это невкусно. Хотите, можете еще и поперчить картошку. Мне нравится, когда картошечка перченая. Хотите, можете посыпать какими-то специями, которые вы любите. Хотите, можете подложить сюда две-три дольки чеснока. Можете подложить даже веточку розмарина. Но все это уже не узбекская опера. А если говорить об узбекской опере, то надо, разумеется, взять самую обыкновенную зиру или кумин, как его еще называют в супермаркетах, либо в больших магазинах, либо за границей. Посыпать одним словом это со зирой. И теперь слой мяса. Посмотрите, мясо я нарезал крупными ламдями, грамм по 200-250, а вот меньше и не надо. И из этого мяса я делаю как бы мясную крышку поверх картошки. Что сейчас будет происходить? Казан мы нагреем особым образом, так, чтобы в нем образовалась температура, достаточная для запекания. Из мяса потекут соки. Соки будут течь на картошку. Они будут сдабривать картошку, они будут делать картошку более ароматной, более вкусной. Здесь будут образовываться какие-то пары. Очевидно, что эти пары будут конденсироваться на крышке. Следовательно, и крышка тоже должна быть настолько горячей, чтобы пары даже и не конденсировали, чтобы здесь, если и был пар, то какой-то перегретый, либо пускай он выходит сквозь щели из-под крышки. Ничего страшного в данном случае нет. Это блюдо готовится не на пару, а это блюдо готовится при высокой температуре. Вот на какой температуре вы бы запекали мясо с картошкой в духовке? Градусов 170-180. Значит, надо ориентироваться вот на что. Надо ориентироваться на температуру крышки. Если капнуть капелькой воды на эту крышку, то капля должна высыхать очень быстро. Конечно, может быть, не так быстро, как на утюге, но все равно должна испаряться очень быстро. Это будет означать, что температура крышки градусов 120-130, внизу казана градусов 170-180, а атмосфера в казане, ну, может быть, 130-140 градусов. Это достаточная температура для запекания в течение довольно длительного времени, скажем, двух часов, может быть, трех, а то и четырех часов. И вот, казалось бы, все готово. На самом деле в Узбекистане вот так и готовят, накрывают крышкой, разводят огонь, дожидаются готовности. Все хорошо получается. Картошка румяная, мясо печеное. Замечательное блюдо. Мне не хватает немного тонкого аромата, мне не хватает немного вкуса. И этот вкус, и этот аромат я восполню дольками айвы. Вот посмотрите, одну крупную айву я разрезал на четыре части, положу ее в промеж мяса, и пусть готовится вместе с мясом. Вот айва будет истекать сиропом. Этот сироп будет пропитывать мясо. Из мяса соки будут пропитывать картошку. Вы представляете себе, что у нас здесь получится? Ну, давай, поджигай. Значит, вот что, с самого начала нужно сделать довольно серьезный огонь, скажем так, намного выше среднего, для того, чтобы там внутри казана все зашкварчало как следует. Вот у меня головешки в угле из камина. А теперь немедленно пару поленьев и ставим казан. Вы не беспокойтесь, эта печка топится не по-черному. Здесь есть дымоход, здесь есть дверца, откуда закладывают дрова. Просто мне так показалось удобнее. Вытяжка у меня хорошая, так что все будет нормально. Сейчас дрова разгорятся, казан зашкварчит. Мы выправим температуру и попрощаемся с вами на целых два часа. Но пока у нас есть время, я хотел бы вам рассказать еще кое-что. История чугунной посуды, конечно, уходит в века. Но наибольшее распространение, наибольшую востребованность чугунная посуда находит там, где людям постоянно приходится передвигаться. Вот в таких казанах, которые назывались датч-оуэн, первые поселенцы в Америке готовили для себя все, вплоть до хлеба и яблочных пирогов. Вы не поверите. И на самом деле, вот это блюдо, которое мы готовим сейчас самым обыкновенным образом, в таком казане можно приготовить еще интереснее. Знаете, такие казаны бывают не просто с плоским дном, а с небольшими ножками. Тогда их можно поставить на угольки, на костровище, понимаете, разгрести вот эти вот золу и поставить казан на нагретое место. Сверху накрывают казан не вот такой выпуклой крышкой, а особой крышкой, вогнутой. Можно использовать вместо такой крышки обыкновенную, ненужную старую сковородку. Чугунная сковородка, накрыли казан, и теперь можно положить угли здесь, можно подставить их снизу, поставить на улицу, и пускай стоит и запекается. Только в этом случае казан нельзя загружать до самого верха. Пусть будет загружен только до половины, потому что если продукты будут слишком близко к этому раскаленному от угля дну, то они просто-напросто пригорят. А надо, чтобы прижарилось. Какое расстояние от дна до угля, точно такое же расстояние от дна сковородки до продуктов. И продукты пекутся, можно испечь даже десерты, можно испечь хлеб, можно испечь пироги, все что угодно. Представляете, походная печка. О, слышите, как зашкварчало? Но мы сохраняем нордическое спокойствие, потому что нас это абсолютно не беспокоит. Посмотрите, крышка еще не очень горячая, она едва теплая. Можно даже открыть и посмотреть. Это блюдо не должно готовиться на пару, пары должны уйти. Оно просто должно готовиться на высокой температуре. Присматриваем, соли здесь. Хорошо, хорошо, отлично. Снова закрыли крышку и ждем, когда она нагреется. Вот когда она нагреется, тогда мы будем убавлять огонь, чтобы температура крышки не повышалась, держалась на одном уровне. Это просто, я вам сейчас все покажу. Посмотрите, все очень просто. Я капаю на крышку воду. Если она не кипит точно так же, как вот здесь на плите или как на утюге, не вскипает моментально, а потихонечку высыхает, значит температура близка к 100 градусам, но еще не 100 градусов. Это именно то, что нам надо. Давайте посмотрим, что у нас происходит в казане. Так, все отлично, все ровно так, как я и задумывал. Посмотрите, видите, мясо побелело. Посмотрите, картошка вот там, ее края, она начинает золотиться. Это означает, что через полтора или два часа мы будем кушать очень вкусную еду. А пока давайте настроим огонь под казаном. Так, пара поленев горят. Я думаю, что они будут гореть точно так же еще примерно полчаса, а потом надо будет подложить. Знаете, если вы не уверены, что у вас все получается как надо, топите в этом случае казан углем. Уголь позволяет отрегулировать нагрев гораздо лучше. Почти что так же точно, как газ. Газовая плита мне не нравится только одним, что она греет казан строго снизу. А мне надо, чтобы казан нагревался весь. Почти что вся его поверхность, все его днище нагревалось одновременно. Обратите внимание, печь под этой плитой у меня ровно такая, как надо. Здесь есть зольный ящик, поддувало, можно отрегулировать тягу ровно так, как тебе нужно. Я полагаю, что вот такой тяги достаточно. Если у вас нет таких регулировок, ничего страшного. Но у вас есть слух, у вас есть обоняние. Используйте эти органы чувств для того, чтобы понимать, какие процессы происходят внутри вашего казана. Ведь в Узбекистане тоже не строят таких печей. Строят самые обыкновенные очаги. Зачастую просто из глины, либо из камней, либо из кирпичей. Если у вас нет никакого очага на вашей даче, либо на участке загородном, возьмите просто, ну я не знаю, 10-12 кирпичей и сложите из них такое полукружие. Ставьте казан сверху, снизу разводите огонь. У вас все получится. Пока вы готовите пирожок, всякое может случиться в казане. Если вдруг из-под крышки потянуло слегка начинающе пригорать картошкой, то поступите вот как. Налейте в сковородку, либо какую-то другую посуду, немного холодной воды, берете казан и макаете его дном в эту сковородку. Донышко у казана остывает практически моментально. И можете снова ставить казан на огонь и продолжать готовить, как ни в чем не бывало. В самом конце приготовления я подбросил под казан несколько щепок, чтобы огонь разгорелся поярче. Дело в том, что нам предстоит еще одна операция, которую надо сделать как можно быстрее. Для этой операции мы откладываем в сторонку айву, мы откладываем в сторонку мяса. и мы снимаем картошку на уже подготовленное блюдо. Имейте в виду, что вообще-то говоря, в этом блюде некоторая подгорелость картошки не считается браком. Картошка здесь выполняла роль подкладки под мясо, понимаете? Здесь главное это мясо, ну а картошка какая есть, такая и есть. Совсем уж пригорелые куски я просто-напросто уберу из казана. А вот мясо теперь возвращаю в казан и просто-напросто еще в минуточку обжариваю его. Просто для того, чтобы прижарить его, немножечко обмакнуть его в этом масле, чтобы сделать его красивым, румяным и аппетитным. Вот и все, вот и готов наш пирожок. Вот и готов наш казан-кебаб. Вот только айво еще украшу. Это блюдо замечательное. И готово. Можно подавать на стол. Казан, дорогие друзья, замечательное изобретение человечества. Столько радости он способен принести. Приятного аппетита! Казан, дорогие друзья, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова